Учёный мир в борьбе с пандемией коронавируса разделился на два лагеря. Первый призывает максимально ограничить контакты с окружающим миром и ждать вакцину. Второй – сделать ставку на коллективный иммунитет. Кто в этой ситуации больше прав, покажет время, которого всё больше не хватает. Статистика по числу инфицированных растёт с каждым днём. В мире зафиксировано уже несколько случаев повторного заражения COVID-19, в связи с чем появились сомнения, что эта болезнь вообще оставляет после себя надёжную иммунную защиту. Действенной же вакцины пока ещё нет. Без иммунитета вирус распространяется очень быстро. С иммунитетом тоже распространяется, но медленно и не так агрессивно. Изначально пороговое значение коллективного иммунитета для коронавируса оценивалось на уровне 60%. Однако уже в конце июня появилось исследование, где утверждалось, что этот показатель находится на уровне 40%. Сегодня он ниже в два раза. Это в очередной раз демонстрирует катастрофический недостаток информации о коронавирусе, который грозит обернуться сотнями тысяч жертв. Ни одна сторона не справится с эпидемией, пока у нас не будет вакцины. Поэтому ссылаться сейчас на коллективный иммунитет или на то, что мы должны отпустить ситуацию и рассчитывать только на коллективный иммунитет преждевременно. Отказаться от карантина можно будет только после того, как будет приобретена и изучена вакцина. Сегодня ни один препарат не прошёл третью фазу испытаний. Соответственно, нельзя с уверенностью судить об их эффективности. В приоритете – соблюдение санитарно-гигиенических норм, ношение масок и социальная дистанция.